8 марта на малой сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова состоится премьера спектакля «Оскар и розовая дама» в постановке Олега Липовецкого. Одну из главных ролей исполнит народная артистка России Кларина Ивановна Шатько. Она выйдет на подмостке в роли розовой дамы в свой день рождения. Ведь у каждого человека есть обязательно свой недуг. Обязательно какой-то. То ли серьезный, то ли серьезный. Но все они очень серьезно, потому что хотим или не хотим, мы все равно боремся с ними. И преодолеваем это. И вот о том, что как преодолевать, и обязательно нужно преодолевать, иначе жизнь не стоит. Не стоит того этого. Зачем рождается человек? Затем, чтобы идти через тернию, идти вперед. Новелла современного французского драматурга Эрика Эммануэля Шмидта «Оскар и розовая дама» нередко появляется на подмостках российских театров. Но это не тот спектакль, который можно назвать кассовым. Как правило, сборы с показов идут на благие цели. Это больше, чем просто спектакль или больше, чем просто пьеса, потому что это еще и социальный проект для меня. С одной стороны, и с первой стороны, для меня очень важен разговор со зрителем о пути к добру и к вере. Со второй стороны, мы договорились с театром, и с этим условием я взялся за этот материал, что часть средств от проданных билетов будет перечисляться в какой-то из фондов борьбы с раковыми заболеваниями, либо адрес на какому-то ребенку. По словам режиссера, он лишил спектакль театральности в общепринятом значении. В нем нет специального музыкального и светового оформления, декораций и костюмов. На первом месте основная мысль – путь к вере. Партнером по сцене Кларина Ивановна станет молодой артист Александр Курзин. Он играет мальчика, который очень болен, и ему осталось жить 12 дней. До премьеры спектакля осталась неделя. Артисты находятся в понятном волнении, но их не покидает уверенность, что разговор со зрителем о самом важном должен состояться. Все доходы от спектакля будут перечислены на лечение детям с тяжелыми заболеваниями. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова